Китайский китайский кино Китайский китайский кино И еще хочу сказать, что я не профессиональный сенолог Не специалист по китайскому кино Чтобы вы не обманывались Я как критик активно ездящий по фестивалям Слежу за тем, что творится во всех областях кинематографа Которые достижимы И в частности, конечно, за китайским кино Которое признается совершенно заслуженно Одним из самых лучших ярких современных кинематографий И получает постоянно призы на фестивалях И завоевывает довольно большое количество зрителей в прокате И в Европе, и в Америке, и не только в Азии Но, опять же, если вы будете мне задать вопросы по тексту Или спрашивать еще про каких-то дополнительных режиссеров Я могу и не знать, кто это такие Значит, с какого вступления я хотел бы начать, маленького Ну, вы, наверное, знаете Наверняка вы или сходили, или собираетесь пойти на эту выставку Современного китайского искусства Которая есть здесь Китайское искусство Ну, вообще, у нас наши власти очень любят говорить о том Что нечего России ориентироваться на Вот, всякую гнилую Европу И подлую Америку А лучше ориентироваться на близкий нам духовный восток В частности, на Китай Но, к сожалению, это, в общем, слова Совершенно пустые и мало чем подкрепленные Например, в городе Нью-Йорк Я чаще бывал на выставках китайского искусства Современного, чем в Москве, к сожалению У нас очень мало, редко до нас добираются Какие-то представители современного китайского искусства И если в Париже, или в Берлине, или в Лондоне Проходили с перианшлагами огромные выставки Уже по несколько штук Ай-Вэй-Вэя То у нас до сих пор все, что было Это отдельные какие-то работы Одна или две Которые вдруг оказываются На какой-то бейнале Или на какой-то общей выставке Вот как сейчас Вы, наверное, знаете, что Ай-Вэй Китайский современный художник По последним опросам Считается самой влиятельной просто персоной В мире современного искусства Человек номер один Причем, что очень интересно На протяжении довольно долгих лет Когда эти опросы проводились Опросы критиков, кураторов, других художников Уже лет 10 победителем этих опросов Становился так или иначе куратор То есть человек, который делал Какие-то выставки, а не художник И Ай-Вэй-Вэй это первый художник Который за долгое время Смог всех вот настолько впечатлить Покорить и стать настолько влиятельным Чисто китайский художник Который, безусловно, является Кроме того, что очень интересной Авангардной фигурой И совершенно народным художником То есть его в Китае знают еще лучше Чем там в Англии знают Бэнкс Он действительно человек, который узнают на улицах И бесплатно кормят в любой лапшичной Куда он решится сесть И я подумал о том, что Вот мое первое знакомство с Ай-Вэй-Вэем Состоялось на одной из Венецианских биеннале Современного искусства Или даже может быть архитектуру Потому что он же еще архитектор Он проектировал в свои все ателье У нее несколько очень интересных зданий И вообще я подумал о том, что Венеция Интересное место Венецианский фестиваль Венецианское биеннале Которое не думает в первую очередь О коммерческой стороне искусства Хотя китайские художники и скульпторы Уже продаются тоже хорошо А думает о том, как этот авангард Современного искусства Будет презентирован Представлен Собственно, зрителям Это относится и к киношной части Потому что, наверное, самый Авангардный, яркий Китайский фильм Последних лет Натюрморт Дзиаджанке Был показан и награжден Золотым львом именом В Венеции Но вместе с тем Там же На биеннале Рядом В арсенале В Жордини Показывают какие-то Инсталляции Работы Того же самого Скажем Ай-Вэй-Вэя И Я подумал об этом В очередной раз Приземлившись В Италии В Венеции Где Может быть Многие из вас знают Об этом Аэропорт Их главный Называется Аэропорт Марка Пола И кто читал Книгу Путешествий Марка Пола Тот помнит Что Там есть Огромное количество Стран Куда этот Ушлый Венецианец Доплыл Стран Совершенно Фантастических Которых нет На самом деле С Совершенно Сумасшедшими Какими-то Значит Произведениями Его вымысла Населяющими Эти страны И абсолютно Наравне С этими Вымышленными Странами Находится Китай Реальная Китай Где он был Действительно При дворе У китайского Императора Некоторое время Там прожил И очень подробно Рассказал Оставив бесценные Свидетельства Об этом В своей книге Путешествий Получается Что мы Все Сегодня Немножко В положении Такого Коллективного Марка Пола Или его Читателей Может быть Средневековых Открывающих Для себя Этот китайский Мир И открывающих Его Как Марка Пола И его читатели Открывали Через литературу Через рассказы Открывающих Через искусство Но чаще Уже Все-таки Через визуальное Искусство Будь то Кино Или Ну собственно говоря Скульптуры Инсталляции Картины Многое-многое другое Значит Ну Кроме Айвэвэя Наверное Можно назвать Чи несколько Имен Таких Ведущих Китайских Деятелей Искусства Наверное Вы слышали Про Композитора Тан Дуня Который Лауреат Огромного количества Премий Первый китайский Композитор Который Написал Оперу Для постановки Метрополитен Опера И он Был здесь В Москве Кстати говоря Получал Башмета Какой-то Почетный Приз Не помню Именно Шостаковича Что ли Замечательно Интересный Композитор Опять же Один из Самых Таких Актуальных И современных В мире В частности Автор Первой Интернет Симфонии Которую Он при Использовании Своего блога Писал Вот Или же Мо Янь Прекрасный Писатель Уже К счастью По-моему Четыре его Романа Это невероятно Увлекательное Чтение Это очень Радикальная Литература Вместе с тем Она и забавная И доступная И необычная И Ну конечно Когда мы Начинаем Перечислять Все эти имена То приходит В голову Что Должны быть Такие же Китайские И режиссеры И киношники Это деятели Которые точно так же Совершают Какой-то Мировой прорыв Это и так И не так С одной стороны Они существуют Даже более давно Китайское кино Было миром Открыто в конце Восьмидесятых годов Ну миром Нашим миром Так называемым Цивилизованным миром Европой А потом Америкой Понятно что В Азии о нем знали Но оно и началось В своем современном Изводе С середины Восьмидесятых годов Сейчас я немножко Эту предысторию расскажу Давай считать Что современное Китайское кино Это не только кино Там Двадцать первого века Но вот то что делалось После Там Восемьдесят четвертого Года Даже после восемьдесят второго Я объясню Сейчас через Несколько минут В чем Формальные временной отметки Вот Но вместе с тем На самом деле В огромном количестве стран И в частности в России Повторяю Никто этого китайского кино Совершенно не знает И ужасно смешно Когда министр культуры Мединский говорит Что нам нужно Перестать опять Смотреть в сторону Америки И Голливуда А начинать у себя прокатывать Китайское кино Но многое что Многие вещи Которые говорит Мединский Изобличают полное неведение В отношении того материала По поводу которого Он экспертно высказывается Но в этой ситуации Это особенно смешно Дело в том Что огромное количество людей Прокатчиков Уже 10 лет Пытаются Минимум 10 лет Пытаются Привезти в Россию Показать здесь Китайское кино Это не имеет никакого Совершенно успеха Это не получается Есть Во-первых Это остаточный Стереотип советский Что китайское Значит Ну примерно Как наше Социалистическое Только поплоше И вот Этот новый стандарт Китайского кино Который начался Как неофициозное А антиофициозное искусство Здесь просто Не знаком никому И даже Книга О главном Китайском Современном Режиссере Уже Главном Классике Современного Китайского кино Джан Юмоу В России Вышло Крошечным тиражом Я был потрясен И читая Потому что там Действительно Рассказывались Азы какие-то Которые Ну в кинематографе Все знают Но видимо Зрители до сих пор Не в курсе С другой стороны Китайское кино Для нас Это Гонконгские боевики Которые Как наверное Вы понимаете Там комедии Не имеют никакого Ну прямого отношения К Искусству Вот Основного Континентального Китая Это особенная Субкультура Коммерческая Которая конечно Очень интересна Но принципиально Как искусство Не меняется На протяжении Уже наверное 30 или более лет И С другой стороны Есть тайваньское кино Очень изысканное Тайвань Тоже это Отдельный Такой кластер Где Делается И делаются Уже последние лет 20 Фильмы Интеллектуальные Авангардные Ну есть Два Великих режиссера Хоу Сяо Сень И Цай Мин Лянь По-настоящему Великие Лауреаты Множества призов Снимающие И в Европе Тоже В частности Цай Мин Лянь Снимал фильм По заказу Лувра В Лувре С участием Это тоже не то Наконец Третье Самое обидное Неприятное Но реальность Она в том Что Наша публика И даже не обязательно Широкая Но и Публика Такая Смотрящая кино Не для всех Совершенно не готова Вообще платить деньги Ходить в кино И смотреть фильмы Про китайцев Просто Им не хочется Смотреть на Азиатские лица Запоминать Азиатские имена И фамилии И названия К сожалению Это результат Совершенно конкретных Опросов И попыток На протяжении Долгих лет Прокатчиков Выпустить Даже какой-нибудь Коммерческий фильм С Джеки Чаном По-настоящему Широкий прокат Скажем Сопоставимый С голливудским прокатом Это совершенно В России невозможно Пока что это не работает Просто работают Стереотипы Не допускающие этого Поэтому Фантазии Мединского Останутся с ним На правах его фантазий Вот Мы попробуем Отрешившись От этих Нереалистичных Прогнозов Все-таки Поговорить о том Что представляет Современное Китайское кино Значит Ну я назвал уже Имя Джана и Моу Это Очень яркая фигура Человек колоссального Таланта И в то же время Одиозная личность В общем Наверное С Большим количеством Поправок Можно сказать Что это Китайский Никита Михалков Опять же Кто-то не согласится Скажет Что Джан и Моу Значительно талантливее И вообще Не интересуется Конъюнктурой Что конечно не так Потому что Режиссер В частности Постановщик Церемонии Открытия и закрытия Пекинской Олимпиады 2008 года Вы сами понимаете Что просто так И абы кому Такое бы не доверили В закрытом городе Он ставил Турандот Пучини В Пекине Опять же Высшие власти Дали на это добро И колоссальный бюджет Но начинал Между прочим Как совершенный Аутсайдер И первые его фильмы По прежнему Смотрятся Как весьма смелые Высказывания Хотя В общем В теперешнем Сравнительно Демократичном Китае Они уже так Канонизированы И всем известны Он Как Каждый Из режиссеров Так называемого Пятого поколения Жертвы культурной Революции Да Про пятое поколение Нет возможности Нет времени Рассказывать Подробно Всю историю Китайского кино Но Китайский Кинематограф Делится на поколения Это неформальное деление Действительно Связано С историей 20 века Китая Известно Что Первое поколение По-настоящему Яркое Какого-то авторского Не Вторичного По отношению К Америке Или Европе Кино Это было четвертое поколение Это люди Снимавшие свои фильмы Начиная с поздних Сороковых годов В 50-х И то, что было Абсолютно задавлено С началом Культурной революции Просто Многих из них убили Другие поменяли профессии Некоторые умерли в нищете Ну и кое-кто из них Успел дожить до 80-х годов Уже когда После смерти Мао Наступило некоторое потепление И стало Можно опять снимать кино Во времена Культурной революции Наверное Вы все об этом Как-то знаете Огромное количество Фильмов Которые снимались Это были чисто Пропагандистские картины Которые не нуждались Вообще Ни в каких авторах По заказу партии и правительства Какие-то такие Правильные мессенджи Доносили до публики А та покорно Все это смотрела Значит Новейшая история Китайского кино Или предыстория Этой истории Которая привела К появлению Так называемого Пятого поколения Пятое поколение Это и есть Начало современного Китайского кино Все это Стартует В 78-м году В 76-м году Умирает Мао Цзэдун Заканчивается Культурная революция И в 78-м году Происходит важнейшее событие Одно из многих Важных событий Этого года В Китае Открывается Пекинская киноакадемия Она была просто закрыта Считалось, что Нечего плодить Студентов-интеллектуалов Которые будут Свои гнилые идеи Значит Переносить на экран На народные деньги И Разумеется Колоссальный всплеск Нового китайского кино Приходится на Первую половину И середину В 80-х Почему? В 82-м году Выпустились Первые выпускники Первого Курса Первого Вот этого потока Значит Пекинской академии И судьба Джана Эмоу Самого успешного Из них Она наиболее Показательна Он Был из числа Так называемых Раскулаченных И 10 лет его юности Прошли очень тяжело С его 17 До 27 Он работал Сначала в селе Потом Его было отправлено Текстильное производство И Это был Родители его Были отправлены На исправительные работы И Его Собственно говоря Мечта была Заниматься кино Он не представлял себе Как И у него не было Ни времени Ни денег И он Сдавал Он был донором крови Он сдавал кровь Копил деньги Несколько лет И За 3 по-моему Года Скопил деньги На покупку Самой простой Поддержанной фотокамеры И снимал Пейзажи В свободное время Там где мог Вот там где он работал Оторванный от семьи Один молодой человек Питающийся Черт знает чем И Когда был Первый набор Студентов Пекинскую киноакадемию Трагедия была в том Что ему было 27 лет А там По-моему Только до 25 Можно было подавать Аппликации 27 лет Он был слишком старый И он написал туда письмо Ему пришел Формальный отказ Что извините Вы уже по возрасту Не проходите И он написал письмо В министерство культуры Китайской Он написал письмо Написал Что он 10 лет Провел на этих Сельхоз И текстильных работах Стал фотографом И мечтает Заниматься кино Что он потерял 10 лет своей жизни И просит партию Разрешить ему Восполнить потерянное И приложил портфолио Своих снимков И случилось чудо Его приняли Но приняли Разумеется Не на режиссерской факультет Как он мечтал Не на сценарной А на операторской Он совершенно не собирался Заниматься операторским искусством Но раз фотограф Снимал Иди И будь оператором И начало его карьеры Он начинал как оператор И как актер Кстати весьма хорош собой До сих пор Свои 63 года И Так появился Первый Решающий Фильм Так называемого Пятого поколения Сделанный Однокурсниками В частности Двое самых известных Однокурсников Это был Чен Кайге Будущий лауреат Каннской Золотой пальмовой ветви И его оператор И товарищ Джан Имоу Был фильм Желтая земля В 84 году Этот фильм Не только был сделан Это был Если смотреть его сейчас Он невероятной красоты Этот фильм Ну конечно он выглядит Как очень правоверный Советский фильм Он рассказывает о коммунисте Фольклористе Который приезжает в деревню Влюбляется в девушку Потом они расстаются И она о нем скучает А он вспоминает Эти народные песни Такая протяжная Лирическая Очень красивая история И фильм попал на фестиваль В Лакарно И совершенно там всех сразил Он получил две награды В частности Серебряного Леопарда За лучшую по-моему режиссуру Все заговорили о китайском кино Как раз 80-е годы Это время кризиса в Европе Кинематографической Не только в Европе Но и в Америке В Америке Новый Голливуд В общем-то сдулся И началась эпоха блокбастеров Все лидеры Нового Голливуда Лидеры кино 70-х Скорсеза, Коппола Переживают свои худшие годы А новые молодые авторы Братья Коэна Дэвид Линч Тарантино Содерберг Еще не появились Это все люди 90-х годов 80-е годы Межвремени В Европе то же самое Уже неинтересно Рассуждать о французской Новой волне Уже При смерти Фассбиндер Уже Нет немецкой Новой волны В общем ничего Особенно нет Ну конечно от итальянцев Остались только Старенький Феллини Что-то снимающий И вызывающий Все меньше удовольствия У зрителей своих Поэтому явление китайцев Как и явление иранцев Примерно в то же самое время Это были два потрясающих явления Для Европы И для Америки И После двух успешных Операторских работ Наконец Джанна Моу Получает право Снять собственный фильм Как режиссер И он берет Книгу Мо Яня Молодого писателя Тоже человека Сложной судьбы Который мечтал стать писателем И был вынужден делать Стенгазету В армейской части Где он служил И все-таки При этом параллельно Писать рассказы Посылать их В центральную прессу Где их немножко печатали Один из первых романов Красный Гаулян Превращается в фильм В 1987 году Этот фильм попадает На более престижный фестиваль Берлинский Получает там Золотого медведя Следующая картина Джана и Моу После того как это Производит эффект Разрывавшейся бомбой И становится Абсолютным лидером Проката в Китае Следующая картина Джудоу Оказывается первым Китайским фильмом За все времена Который получает Номинацию на Оскар С этого собственно говоря На рубеже Восьмидесятых Девяностых Начинается Современное Китайское кино Собственно говоря Всю историю Этого кино Можно изучать По карьере Джана и Моу Хотя Конечно он был Не единственным Просто самым ярким И самым успешным Он был первым Кто победил На большом фестивале Все-таки Желтая земля Ченни КГ взяла Не главный приз Он был первым Кто получил Номинацию на Оскар Он несколько раз Брал рекорд По размеру бюджета И продолжает Делать В общем-то Нынешних дней Он единственный Он вывел На сцену Первые Секс-символы Китайского кино Сначала Это была актриса Гун Ли Которую он открыл В фильме Красный Голян Она играла там Главную роль Она стала потом Его женой И затем Джан Цзи Теперешнюю молодую звезду Обе они стали Потом Очень успешными моделями В мировом уже масштабе Для реалии И для многих других Модных марок Ну и Конечно Очень интересно Посмотреть на то Как развивается Просто творчество Джана и Мо У нас нет конечно Возможности Очень подробно Об этом говорить И рассказывать Но чуть-чуть Я скажу все-таки Что такое фильм Красный Голян Вообще Мне интересно Есть люди Которые Красный Голян Видели? Нет Это другой фильм Два человека Ну хорошо Лучше чем ничего Значит Красный Голян Это фильм Рассказывающий Историю Ну Точно так же Как сейчас Например В России Как в любом Тоталитарном обществе Куда бежать Людям Которые не имеют Возможности Отражать реальность В своем кино Конечно В прошлое В героическое прошлое Это фильм Герои которого Их зовут попросту Моя бабушка И мой дедушка Рассказчик О них рассказывает И Разумеется Для безопасности Речь не идет О современном Китае Речь идет О Китае Еще капиталистическом И о злых японцах Которые приходят В конце Чтобы разрушить Идиллию Главная героиня Деревенская красавица Которую отдают В жены Богачу Живущему далеко За рекой Богач этот Прокаженный А один из Носильщиков Влюбляется в нее И хочет спасти ее От нелюбимого Старого мужа В этом собственно говоря Сюжет Ну дело конечно Не в сюжете А в невероятной Экспрессии По всей видимости Текста Сужу по другим Книгам Мояня Эту я не читал Который перенесен На экран Это практически Такой импрессионизм Мощные мазки Прежде всего Сцена Саити Невероятно смелая Практически Авангардная Для китайского кино Того времени Которая начинается С того Что герой Прежде чем Слиться в любовном Акте с героиней Вытаптывает Посреди дикого Поля травы Там самого гаоляна Некое поле То есть Некий ритуальный танец Там много всего Ритуального Фольклорного В частности Там есть сцена В которой моча Попадает в вино Которое они делают Кислое И появляется Некое легендарное вино Рецепт которого С тех пор Значит остается Во многих поколениях Наперед Ясно что это Совершенно Ну действительно Такие фольклорные Нелитературные вещи Которые очень органично Перенесены там на экран Вот Ну и Дзян Вэнь Выдающийся актер Не в меньшей степени Чем Гун Ли Они сразу стали моментально Звездами после этого фильма Следующий фильм Который получил Собственно номинацию На Оскар Дзюдоу Еще более смелый С точки зрения формальной Это тоже похожая история Там Главная героиня Становится женой Красильщика Влюбляется тоже В молодого человека То есть Похожая интрига Но еще более смелое Изобразительное решение Поскольку он Красильщик Все это окрашено Совершенно фантастические цвета Которые заслоняют Реальность И ее Куда-то в сторону Отодвигают Наверное Не будь это Настолько свежо Это можно было бы назвать Даже каким-то китчем Но для Европы С ее умеренностью В кинематографе Это казалось Совершенно Совершенным взрывом Ну и было И Следующий фильм Который получает Главный приз Уже Венеции Один из немногих Режиссеров Получавший дважды Золотого лева Венеции Это Джан и Моу Это фильм Ци Цзю идет в суд И это картина Которая как раз Имела проблемы С цензурой Она совершенно Фантастическая И если вы ее не видели А кто-нибудь Эту картину Кто-нибудь смотрел Хоть один человек Ну вот Все посмотрите Обязательно Это упоительное зрелище Прекраснейшая Гун Ли Играет в этом фильме Такую страшную Закутанную в тулуп И в платок Крестьянку Беременную Кроме того А сюжет в том Что председатель колхоза Повздорил с ее мужем И Значит Ударил его коленом Между ног И все там ему отбил И Она страшно оскорблена Потому что муж Хорошо работает У них много детей И какого черта И она Хочет Чтобы Значит Председатель Извинился перед ней А тот извиняться не хочет Не желает извиняться Потому что Он считает Что он был в своем праве И весь сюжет В том Как она ходит По инстанциям Пытаясь Найти того начальника Который заставит Председателя колхоза Извиниться Вот фильм Всю историю Китайского Китайского 20-го века От Значит Существования В качестве Батрака У некоего Значит Богача До Бродячего Бездомного человека В период уже Военный Поствоенный Коммунистический Тоже совершенно Потрясающая Душераздирающая Картина Ну такая Большая Настоящая Сага Не уступающая Самым масштабным Сагам Американского Кино снимавшимся До того Скажем В 80-х годах Уже позже Ну неизбежно Это произошло Джан Имоу Которого признали Уже в Китае После всех его призов Было просто глупо Этого не сделать Он получил Беспрецедентно Огромные деньги Стал снимать фильмы Чисто развлекательно Хотя делал это Средствами отнюдь Непримитивными Здесь классический пример Фильм 2002 года Герой Действительно гениальная Картина Рассказывающая О героях Наверное Все-таки Больше народу Видело Фильм Рассказывающий О создателе Объединенного Китая Императоре Значит Построившем Великую Китайскую стену И о киллере Которого Представили Чтобы его убить Диалог между ними Рассказан От лица Несколько Персонажей По принципу Курасавовского Расимона И Истина Постепенно Медленно Складывается Значит Из Некоего Ну Лоскутного Одеяла Разных Версий За этот фильм Очень много Обвиняли Джана Во-первых Обвиняли В том Что он Сделал Что-то На потребу Широкой Публики Фильм Побил Все рекорды Популярности И во-вторых Обвиняли За то Что Значит За то Что Фильм По сути дела Прославляет Тираническую Власть Вместо того Чтобы как-то Ее разоблачать Ну и действительно Картина Можно прочесть Именно так За ней последовали Дом летающих Кинжалов Проклятие Золотого цветка Фильмы Совершенно Коммерческие Костюмные Высокобюджетные Ну и в общем Это примерно Та же эволюция Которую мы могли Наблюдать В случае других Ярких представителей Таких национальных Кинематографий Того же Никиты Михалкова Или скажем Сербского героя Эмиры Кустурицы То же самое Когда уходит Вот этот молодой Драйв Сопротивления И остается Некое представительство За весь большой народ Несколько слов О менее знаменитых Менее ярких Но тоже замечательно Талантливых Других режиссерах Пятого поколения Прежде всего Это Чень Кайгей Я уже сказал о нем У него кстати Судьба совершенно другая Чем у Джана Эмоу Он в отличие от Джана Эмоу Не был врагом народа И сыном врагов народа Он наоборот Был юным Хунвейбином И очень Рьяно Боролся С развращенной Молодежью В 70-х годах Потом поступил Тоже в пекинскую Это С одной стороны Глубоко традиционное Восходящее К древнейшим Китайским временам Искусство С другой стороны Оно там входило В трагический По сюжету Конфликт С событиями 20-го века Но оставалось Неким Стабильным Что ли Островом Все-таки Высокого искусства Мастерства В ужасах Большой истории И Этот месседж Был понятен Не в меньшей степени Чем месседж Не знаю Каких-нибудь там Больших фильмов В Висконте Европе И поэтому Я думаю Фильм был награжден Ну конечно Это замечательно Талантливая Неординарная картина В частности Совершенно удивительной Китайской музыкой Но Если посмотреть на то Что потом происходило С Ченом Кайге Совершенно то же самое Приход в мейнстрим В частности Кайге Снял Картину На ту же тему На которую потом Был снят герой За 5 лет до героя Император и убийца И это уже такой Фильм большого стиля Ну а потом Он снимал Даже и За границей И у него есть Англоязычный фильм С Джозефом Файнсом И Хизер Грэм Убей меня нежно Эротический триллер Необычный жанр И не очень удачно У него получившийся Для китайского режиссера Но Просто характерно И любопытно Что китайцу Такое доверили снимать Что он за это взялся И последняя яркая его картина Мэй Лай Фань 2008 года Мэй Лай Фань Тоже знаменитый певец Пекинской оперы Это картина Ну которая Просто является С собой такой Типовой Хороший Советский боепик История Жизни Народного артиста В всяких Перипетиях Его окружающих Скорее величественная И такая официозная Нежели по-настоящему Драматичная Но сделана По-прежнему Блестяще И третий Важнейший Режиссер Этого поколения Это Тянь Джуанчжань Человек Который Выпустился Из Очень трудной Судьбы Выпустился Из Пекинской академии С детским фильмом Красный слон Фильм Имел огромный успех Собрал очень много Зрителей За счет того Что он был детский Не был никак цензурирован Но когда Он 10 лет спустя Сделал картину Синий бумажный змей Где прямо Рассказывал О жестоких событиях Культурной революции Кончилось тем Что Тянь Получил На 10 лет Запрет на профессию И вернулся Только со Стилизацией Такой Замечательно Нежнейшей Картины Все кто любит Хорошее кино Про любовь Я вам рекомендую Это даже лучше Чем Весна на Заречной улице Называется фильм Весна в маленьком городе Это картина 2002 года И она представляет собой Ремейк Одной из Жемчужин Старого До Ну можно сказать До коммунистического Китайского кино Скажем До Культурной революции Снятого Фильма 48 года Тоже под названием Весна в маленьком городе Режиссера Фэй Му И та картина Замечательная 48 года И это 2002 Совершенно изумительная Это такой Режиссер Лирик Который Теперь уже боится Каких-то острых тем Поскольку Сильно за них Пострадал И чуть не получил Вообще Запрет на профессию Тоже сложная Была судьба До того Он стал снимать кино Тоже он Занимался фотографией Не имея возможности Снимать И долгие годы Служил в армии Армейским фотографом И сейчас Мы переходим По настоящему Современному кино Кино нулевых Уже годов Кинематографу Шестого поколения Шестое поколение На сегодняшний день Последнее Новейшее поколение Китайского кино Это и есть Те режиссеры Которые снимают В Китае сегодня И те люди Которые Прямо Органически Связаны С Теми Современными Китайскими художниками Которых вы можете Видеть на выставке Которые Ровесники Многих этих Художников Которые Часто Развивают Какие-то Близкие Темы Но я не буду Об этом Очень подробно Рассказывать Я Месяц или два Назад Публиковал Большую статью На тему И современного Китайского кино В журнале Искусство кино Это существует Совершенно свободно На его сайте Кому интересно Можете залезть Посмотреть Я просто не хочу Углубляться В эти детали Сейчас Хочу пройти По касательной Лидер шестого Поколения Дзя Джан Ке Если Собственно Вы сегодня Хотите унести Не зная его Имя одного Китайского режиссера Которого обязательно Надо посмотреть Чтобы представлять себе Что такое Современное Китайское кино То это именно Дзя Джан Ке Дзя Джан Ке Это режиссер Номер один Сегодня в Китае На самом деле Это признает Уже даже государство Хотя у него Судьба совершенно иная Он Моложе на 15 лет Чем режиссеры Пятого поколения Как и все Его сотоварищи И Дзя Джан Ке Человек Который Рос И Учился Не при Культурной Революции То есть Он избежал Этих тяжелых Испытаний Это такое Первое Непуганное Поколение И именно Поэтому Он позволил Себе То что Не позволяли Себе Его старшие Товарищи Свои первые Картины Он снимал Без государственного Разрешения И без Государственной Поддержки На свои деньги Вместе Своими друзьями На деньги Частных инвесторов Так появился Его первый Фильм Уже по этой Причине Легендарный Вошедший в историю Фильм Сяо У Или же Карманник Фильм 1998 года Дебют Дзя Джанке Фильм был снят За 50 тысяч долларов В нем Впервые Соединились Дзя Джанке И его Постоянный Оператор Ю Ли Квай Также режиссер Но его Собственные фильмы Менее интересны Чем фильмы Дзя Джанке И Этот фильм Посмотрел И заметил Его И он ему понравился Это Важнейший момент Такеши Китана Знаменитый Японский Продюсер Режиссер Актер Который Позвал Дзя Джанке На свою студию И с тех пор Помогал Финансово Организационно Дзя Джанке Снимать свои картины Что позволяло Не обращаться К официальным Властям И что позволило Ему оставаться Независимым Довольно долгое время Тогда на рубеже 90-х и нулевых Уже за это Не сажали И запреты На профессию Не давали И Дзя Джанке Снял Свои первые Три фильма Действительно Сам на свои деньги При этом Не жертвуя Не я ни на какие Компромиссы Не жертвуя Целостностью Художественного взгляда И больше того Его Художественный подход Формировался Именно за счет того Что ему Не хватало денег И он придумывал Как и о чем Снимать кино Снимал он О своих ровесниках Снимал он Не о людях Живших До Культурной революции И во время Мао А о людях Которые родились В Социалистическом Коммунистическом Китае А затем Испытали на себе Его приход К Теперешнему Изводу Капитализма То есть Говоря другими словами Наверное Если есть в мире Режиссер Который отражает То что переживает Россия В последние 25 лет То единственный Такой режиссер Это Дзя Джанке Некоторые его товарищи В России Режиссера Который адекватен По подходу К этой теме И раскрытию Не существует Ну в самом случае Из тех Кого знаю я И поэтому Уже поэтому Фильмы Дзя Джанке Несмотря на Казалось бы Чужую Натуру И имена И лица Все это должно быть И Нам и понятно И близко И как-то трогательно Я Всем вам рекомендую Пробившись через Возможно Какое-то первичное Оторжение Оно может произойти Это очень специфическое кино Все равно Посмотреть Хотя бы Несколько его картин Уверен Что в конечном счете Вы обязательно его полюбите Это человек Редкого Большого таланта Начинать знакомство Рекомендую Если не с карманника То с фильма 2000 года Платформа Это второй фильм Дзя Джанке По-настоящему Монументальная Картина В отличие от Джана Емоу Который свои Красочные Невероятные Всегда Красоты Романтичности Сюжеты Брал часто Из современных Романов Рассказывающих Об исторических Событиях Дзя Джанке Пишет всегда Свои сценарии Сам И сюжеты Берет из окружающей Его жизни Что такое Платформа Это история История Вокально-танцевального Фольклорного Или если угодно Псевдо-фольклорного Коллектива Который Ездит С гастролями По всему Китаю Зарабатывает Таким образом Рассказывая Показывая Представление О юных Годах Мао И мы Наблюдаем Может быть Немного в духе Роберта Олтмана Это показано Большое количество Персонажей Мы наблюдаем За молодыми героями Которые Таким образом Зарабатывают На жизни Мужчина Влюблен в девушку Девушка Хочет найти Партию Получше Они уезжают Из родного города Это травматично Потом они возвращаются В родной город И не находят себе Там места Они думают Чем занять Свой досуг Мы видим Их повседневную жизнь И наблюдаем За течением времени Которое постепенно Приходит к новейшему времени Когда пропагандистское шоу Это становится Никому не нужным Они делают вместо этого Народное танцевальное шоу Абсолютно избавленное От какой-то идеологии Переходя Тем самым В наши дни И мы это движение Совершаем вместе с ними Совершенно потрясающее Очень тонкое кино Которое как раз Показывает Вот эту решающую разницу Между витриной Между Презентацией Или самопрезентацией Режима В его парадной форме Пусть даже это будет Всего лишь маленький Фольклорный коллектив И реальной Повседневной Скучной Бытовой жизнью Людей Которые только что Что-то изображали На сцене И которые Живут Страдая В этом дисбалансе Между Представлением И реальностью Это очень здорово Сделано Особенно здорово Там показаны Эти представления Которыми Юли Квай Оператор Дзя Джанке никогда не любуется Никогда не показывает их Как большого шоу А снимает Как бы из зала Как увидел бы Это все Севши на какие-то плохие места Скажем Колхозник Попавший в зал И Уже Четвертая картина Дзя Джанке Называется она Мир 2004 год Это первая картина На которую В общем Сдавшись Перед его успехами Дает деньги Китайское правительство При этом Фильм совершенно безнадежный С трагичнейшим концом Это тоже история любви И тоже необычно Это история провинциалов Пекине Но это не просто провинциалов Пекине Там все интереснее Мир The World Это не название Мира как такового Это название Реально существующего Парка развлечений В Китае Как вы знаете Китайцы сейчас много Путешествуют Но еще 10 лет назад Это было не совсем так И до сих пор Сельский Китай Он колоссальный И они не имеют Представления никакого О том как выглядит мир И вот собственно говоря Это парк В котором существует Биг Бен Empire State Building Эйфелева башня Ну примерно как в Лас-Вегасе И где вагончик ездит От одного макета до другого И китайцы все это наблюдают А герои Собственно этой картины Это ряженая Девушка ряженая И молодой человек охранник Который работает в этом парке Они его сотрудники И мы видим совершенно то же самое Дисбаланс между витриной Между презентацией Китая И Пекина Как части большого мира И невероятной провинциальностью Этих несчастных маленьких людей Совсем не героических Которые не имеют времени И возможностей Куража Даже для того Чтобы просто встречаться После работы Настолько они Вот в эту В этот механизм На правах шестеренок включены Но в этом нету никакого Такого деланного трагизма Которого очень много В работах режиссеров пятого поколения Наоборот Это показано Очень мягко Бессобытийно Через Почти документальное наблюдение За их жизнью Надо сказать Что так Из непрофессиональных актрис Появилась Джао Тао Снимающаяся во всех Начиная с платформы В фильмах Дзиаджанке Его муза Его жена Замечательная актриса Очень тонкая Но как бы не актриса изначально Она по моему Больше никого Собственно не снимается Кроме него Наконец 2006 год Это Главный успех Дзиаджанке Он получает Золотого льва На фестивале Венеции От жюри Которая возглавляет Прекрасно Катрин Денев И Натюрморт Это Ну опять же Кто любит хардкор Это самое радикальное И авангардное Крутое кино Китайское Из тех О которых я собираюсь Рассказывать Ну кроме некоторых Документальных фильмов Которые впереди Это фильм Снятый на цифровое видео То есть Нарочито Как бы такой Не знаю Какое слово привести В общем Такое шершавое изображение Очень Не выстроенное Не сглаженное Как бы не выстроенное И Там В прямом смысле Слово Рассказывается О сломе Жизни И о приходе Нового поколения Это рассказ О том Как на корабле На пароме По реке В район Трех ущелья Это есть такой район На Янзы Примокируют двое Незнакомых друг с другом Людей Им посвящены Две половины фильма Мужчина и женщина Мужчина Хан Сан Мин Он вообще никакой не актер Хотя он снимается Во всех фильмах Он шахтер Вот И герой его тоже зовут Там Сан Мин Мужчина приехал Искать жену Которая Очень давно Ушла из дома Уехала куда-то Видимо на заработке Есть их дочь Уже взрослая И он хочет найти жену И снова с ней сойтись Он приехал ее искать Женщина От нее также ушел муж И сейчас он уехал сюда И она ищет его Для того чтобы с ним развестись Она медсестра По сюжету И вот они приезжают туда И видят что Там строят новую плотину И весь город снесен То есть они приезжают на руины Где единственная работа Там можно наняться на работу И герой тут же нанимается Это взять кувалду И разрушать Недоразрушенное Причем половина Причем половина этого городка Уже затоплена К этому моменту Просто исчезла И вот участвуя в этом разрушении Он пытается Они пытаются Оба героя Склеить свои маленькие семьи С переменным успехом Невероятно трогательные истории Двух маленьких Одиночеств В этой глобальной Пугающей Совершенно безличной стройке Там есть замечательные моменты Показывающие сюрреалистичность Вот этой вот Теперешней китайской жизни И перемен Которые переживают китайцы В частности Там есть маленькая сцена Когда герой И герой никогда этого не замечает Когда героиня курит По-моему на палубе И в небе вдруг возникает Летающая тарелка Там возникает Потом она исчезает И ее так никто и не замечает И другой момент Когда персонажи разговаривают На фоне какого-то Очень странного здания Такого авангардного После чего они отходят из кадра И здание Как космический корабль Вдруг взлетает куда-то в космос И исчезает из поля зрения Понятно, что это Такие маленькие сигналы Режиссера нам Что это не просто Наблюдение за жизнью Что это не просто Псевдодокументализм Что в жизни всегда есть место И метафоре И сказке И чуду И странности И какому-то абсурду Но для того, чтобы их найти Принципиально, считают Режиссеры шестого поколения Необходимо всматриваться Именно в документальную реальность Нельзя придумывать этого И привносить откуда-то Надо сказать, что Конечно, без завоеваний Того же Джана Емоу Или Чена Кайге Никогда это шестое поколение Не появилось бы на свет Не было бы этих режиссеров Не было бы их свободы Но Режиссеры шестого поколения Тем не менее Остро критикуют Вот этих своих старших товарищей Не менее остро, чем молодые Российские режиссеры Того же Никиты Михалкова За коллаборационизм За то, что те Соучаствуют в постройке Олимпиады За то, что они никак не противостоят Не знаю, репрессиям В отношении диссидентов Движение шестого поколения Очень политизировано И это, конечно, тоже знак Безусловно Прогресса Что делал После Натюрморта Его успеха Дзя Джанке У него было несколько Очень интересных проектов На грани документального И Игрового В частности, невероятная Картина 24 Сити Как бы документальный фильм Состоящий из Десяти Свидетельств Рабочих Гигантской фабрики Фабрика совершенно реальная Она снесена Мы по ходу фильма видим Как она Сначала пустеет А потом исчезает Навсегда И на ее месте Был построен Огромный жилищный комплекс Его название 24 Сити Это и есть название фильма И из этих десяти Рабочих фабрики Мужчин и женщин Пятеро это реальные рабочие Пятеро это актеры Для которых были написаны Диалоги Специально Монологи То есть Все равно Это не документалистика В чистом виде Туда привнесен вымысел Но все это основано На реальности И сюжет Ровно тот же самый Судьба Отдельного человека На фоне Грандиозной стройки Но и грандиозного Разрушения Один из самых эффектных Кадров Невероятно сделанный Там без всякого Компьютера Когда Остановленный кадр Мы видим как падает Взорванная фабрика И от нее идет Дым и пыль И эта пыль идет Прямо на нас На объектив И его полностью Как с занавесом Заволакивает Исчезает все Из поля зрения Значит Последняя картина Дзиа Джанке В России она не вышла Я думаю не выйдет никогда С чего бы Совершенно Тоже потрясающе Называется она Прикосновение греха И в общем В ней он делает Ровно то же самое Что делает Ай Вэй Вэй Вы наверное слышали Что Ай Вэй Вэй В частности Ведет свой джихад С китайскими властями По поводу Страшнейшего землетрясения Когда Рухнуло сразу Несколько школ Построенных Коррумпированными чиновниками Которые крали деньги Из-за этого Конструкции были нестабильны Школы рухнули Погибло огромное количество детей Все это в Китае Замалчивается Ай Вэй Вэй Не только делал Много Художественных работ Посвященных этому событию Но и просто Собирал сведения О погибших школьниках Публиковал их имена То чего не делал никто больше И за что Он очень сильно пострадал И был арестован Бит Получил кровоизлияние в мозг В общем там Много было Всяких с ним Происшествий Так вот На чем построена Картина прикосновения греха Значит Диатран Ке Взял 4 случая Которые стали сенсациями Китайского И главной социальной сети Китайского твиттера Так можно сказать О которых не писала центральная пресса И не рассказывала телевидение Ну такое прям Как про Россию История Только у нас Режиссеров таких нет Которые этим занимаются И рассказал 4 эти истории О 4 разных районах Китая Истории Внезапного возникновения Насилия На фоне Теперьшней Прекрасной Китайской реальности Один из сюжетов История шахтера Который решает Что в его Всех бедах И в его безработице Бывшего шахтера Повинен Председатель деревни И бизнесмен Которые продали шахту И решает их убить Другая история История сезонного рабочего Который Приобретает пистолет И понимает Что теперь он может не работать А может просто Убивать и забирать деньги Третья история Ресепшионистки Из Массажного салона Которые пытаются Пристать Значит клиенты Которые Она совершенно не собирается Обслуживать И она берет нож И их убивает И четвертая история Еще одного молодого рабочего Охранника В стрип-клубе Который кончается с собой После того Как понимает Что у него нет Никакой возможности С любимой девушкой Уехать И собственно Сочетаться браком Потому что она Работает В этом борделе А он Соответственно Его охраняет И у них нет Никаких шансов В надежде на будущее Очень жесткая картина Невероятно поэтично При этом сделанная И к разговору Джани Эмоу И Ченни Кайге Запараллельная Со старинным Китайским театром И пекинской оперой Которая разыгрывается Натурально народными Средствами Прямо у Средневековых Стен Города В котором Происходит действие На глазах героев Которые смотрят На эту сцену И узнают В этих персонажах Которым там 300, 500, 700 лет Узнают себя И мы Зрители Не знающие Ничего об этой традиции Тоже все это узнаем Прикосновение греха Очень вам рекомендую В очередной раз Картина Мне кажется Идеально описывающая Современное состояние Российского общества Думаю Как раз за китайское Не могу сказать Потому что я хуже его знаю Но про российское Совершенно точно Все кущевки Огромное количество Всего что происходит у нас Совершенно нашим Кинематографом Незамеченное И неотраженное Дзя Джанке Показывает это прекрасно Несколько других Именно Важнейших Современных Китайских режиссеров Шестого поколения Хотя Точно так же Как Джан Имоу Был лидером пятого поколения Дзя Джанке Такой же Общепризнанный Лидер Шестого поколения Вань Сяошуай Лауреат Серебряного медведя 2001 года Это такой Современный Китайский Неореалист И собственно говоря Главный его фильм 2001 года С которым Пошел Серебряного медведя В Берлине Называется Пекинские велосипеды И это Явная отсылка Конечно К похитителям Велосипедов Витория Де Сика И в то же время К этой Китайской Велосипедной Тематике Велосипед Как известно Главное Средство Передвижения В Китае И тот же самый Айвэйвэй Многократно Делал инсталляции Одна из них Здесь по-моему Представлена С участием Велосипедов Он брал Реальные велосипеды На которых ездят Реальные китайцы И превращал В сумасшедшие Конструкции Какие-то люстры Какие-то лабиринты Невероятной красоты Потому что Таким же образом Как вот такая люстра Китайское общество Состоит из таких Вроде бы Идентичных Велосипедов Или же Велосипедистов И вот на самом деле Фильм Вань Сяошуа С ослабленной Сюжетной линией Рассказывает Именно об этом Именно о том Как эти Одинаковые Казалось бы Люди на велосипедах Страдают Умирают Любят Как они живут В теперешнем Китае Другой режиссер Да Их Последний фильм Который я видел Его тоже хотел бы Вам посоветовать Но не знаю Есть ли он даже в интернете Его премьера была В сентябре В Венеции Называется Красная амнезия Очень интересная Казалось бы Бытовая тоже Мягкая история Такой гиперактивной бабушки Которая не дает Своим детям Спокойно жить И свои заботы Изнуряет И их И внуков А потом Мы неожиданно узнаем Что Да И достает их тем Что ей звонит Какой-то аноним Неизвестный То есть время Какие-то звонки И кто-то молчит В трубку Ей кажется Что это какие-то призраки Дети считают Что бабушка Просто сходит с ума Потом выясняется Что на самом деле Это все не просто так Примерно как в фильме Ханеки скрытый Это больная совесть Бабушка Оказывается Была во времена Культурной революции Доносчатой О чем Сейчас разумеется Никто не помнит Она просто милая старушка Но это прошлое Встает Очень беспокойным образом И нарушает полностью Настоящее Любопытно Что одновременно С этим Свою уже Такую совершенно Декоративную С участием Тоже самое Суперзвездной Гун Ли Картину На аналогичную тему Снял Джан Имоу Фильм называется Возвращение Тоже 2014 года Фильм о Дочери-доносчице Которая разрушает Семью Своих родителей Отца сажают Отправляют в лагерь Потому что Ей хочется Делать карьеру В балете Она боится Что карьеры не будет Если она не донесет На отца Еще один важный режиссер Джан Юань У него несколько Замечательных картин Но я вам хочу Одну порекомендовать 2006 года Маленькие красные цветы Называются Красные цветочки Эта картина Все действия Которые происходят В детском саду Система подавления Китайского общества Там показана На примере Примерно Четырех Или пятилетнего Я думаю Четырехлетнего Мальчика-диссидента Мальчик-диссидент Который не хочет Садиться на горшок Одновременно Со всеми Которым не нравится Есть ту еду Которую кормят детей И так далее Там гениально играют дети Я вообще не знаю Каким образом Это вообще сделано Режиссерски Это высший уровень режиссуры И в общем Это как бы милое детское кино О непослушном мальчике Которое конечно Выглядит Совершенно Блистательной Метафорой Общества Подавления И общества Единого стандарта В котором Индивидуальности Невероятно трудно Существовать Вообще И дышать При этом кино Сделано С изумительным юмором Не хочу даже Вам рассказывать Надеюсь Что вы увидите Просто это Сами когда-нибудь Еще один важный режиссер Режиссер Диссидент Лоу Е Лоу Е Постоянно участвует Каннского фестиваля И На мой взгляд Человек не талантливый Но очень популярный Режиссер Который Впервые В шестом поколении И впервые Вообще В китайском кино Принес туда эротику Его фильм Летний дворец Ну он там решил До кучи Всего туда добавить С одной стороны Это фильм О бунтах На площади Тяньаньмень Тех бунтах Которыми Как считается Закончилось Кино пятого поколения И после которых Родилось кино Шестого поколения Вот И в то же время Там есть эротические сцены Весьма невинные По европейским меркам Но для Китая Невероятно откровенные И дальше Он пошел еще дальше Снял фильм Весенняя лихорадка Это картина 2009 года Фильм получил приз За сценарий в Каннах И это первый Китайский Фильм О Гей отношениях О расследовании Гей скандала О влюбленности И ревности Там Любовный треугольник Из трех мужчин Следователи Двое влюбленных Вот На мой взгляд Совершенно Спекулятивное кино Но имевшие Очень большой успех В Европе И разумеется Произведший Невероятный скандал В Китае Как я сказал Уже сейчас Запретов на профессию Нету Но режиссер На долгое время Уехал жить во Францию По-моему Нашел там свое счастье И продюсеров И друзей Ну в общем Несмотря на это Он продолжает снимать С китайским участием Тоже в фильме И пока что Никто его За это не казнил Значит Наконец Последний На сегодняшний день Победитель фестивальный Это Дяо Инь Янь Тоже Очень интересный И талантливый человек Победитель Последнего Берлинского фестиваля Ровно годовалой давности Я думаю Его фильм уже Существует Как минимум В интернете Последний Это третий его фильм Впрочем Все три Можно посмотреть Последний фильм Называется Черный уголь Тонкий лед И это Такой Китайский Основной инстинкт Там тоже Есть эротические сцены Менее откровенные Чем у Лоу Е Но Придуманные Очень здорово Значит Что это такое Новый китайский нуар Совершенно необычный Для Китая На самом деле Жанр Это Значит История История Полицейского Которого Разжаловали Следователя Он не смог Расследовать Серию Очень странных Убийств Находили в угле Расчлененные тела И он встречается С вдовой Одной из жертв Много лет спустя Она такая Фам Фаталь Роковая женщина Значит Чтобы Он с ней сходится И пытается выяснить Что же там было На самом деле Все это совершенно прекрасно Но разворачивается Эта история Невероятно стильно Снятое В условиях Теперешнего Совершенно пролетарского Китая В частности Фам Фаталь Там является Приемщицей В химчистке А главный герой Начинается с того Что отнимают его Мотоцикл Вместо этого Дают велосипед Такой жалкий Он на нем Пытается ездить По снегу В том числе А главная Сцена Любви А потом убийства Происходит В районе Муниципального катка Собственно Вроде Убийства Там становятся Коньки Вот Это очень здорово Сделано Говорю Нихуле Чем у Верховена И женщины Невероятной красоты Мне же в частности Запомнилась Финал этого фильма Я не рассказываю Вам Чем сюжет Заканчивается Чисто изобразительно Я рассказывал Вам уже несколько раз О том Как китайское Современное кино Отражая Теперешнюю реальность Обязательно апеллирует Каким-то Достижением Китайской культуры К традиционным Китайскому театру Китайской опере К мифологии Да Фильм Прикосновение греха Это еще и Китайский календарь Там в частности Всякие животные Участвуют Лошадь Корова Змея Вот Так вот В этом фильме Это фейерверки Порох Фейерверки Тоже слава Китайского народа Китайское название фильма Черный уголь Тонкий лед Фейерверки днем То есть Днем Когда их не видно Когда не видны их цвета А видны только Собственно говоря Взрывы в небе И Вот этот бессмысленный акт Который должен был бы быть радостным Но в результате Он выглядит как Некая скорбная Акция протеста Акция абсурдная Ей завершается фильм Я сразу вспомнил Об еще одном Замечательном художнике Я не знаю Представлена ли его работа Здесь на выставке Цай Цай Го Цян Его зовут Совершенно Замечательно Талантливый Который Создает Свои картины При помощи пороха Взрывая И поджигая Его картины Инсталляции Ну это не единственное Чем он занимается Но в частности Это у него получается Очень здорово И еще раз Говорит о родстве Современного Китайского кино Современным Китайским искусством Другие предыдущие фильмы Дяо и Ньяня Тоже очень интересные В частности Его дебютная картина Униформа Рассказывала О тоже Скромном приемщике Ремонта одежды К которому попадается Рубашка И китель полицейского Сдает ее на чистку А потом Полицейский попадает В аварию И оказывается в больнице И герой Попав под дождь В подземном переходе Он весь промок Надевает на себя Вот эту возвращенную Клиентом Рубашку с кителем И как бы превращается В полицейского Причем в ГИБДДшника Он дорожный полицейский И в эту секунду Он из жалкого Никчемного существа Моментально превращается В представителя закона И он может легко Добыть деньги Он может остановить Машину на улице Шантажировать водителя Даже если не было Никакого нарушения То там испуганно Дает все свои наличные И его жизнь меняется Вот Ужасно интересная картина Тоже совершенно необычная Как и следующий фильм Второй фильм Дьяо и няня Ночной поезд Это картина 2007 Да 2007 года Фильм Рассказывающий О женщине О женщине Прокуроре Которая выносит Смертные приговоры И при этом Совершенно одинок И пытается Найти любовь На ночном поезде Уезжая в другой город Где ее никто не знает И никто не знает Кто она такая Но видите В наличии все то же самое Использование жанра В данном случае Криминального жанра Триллера Для разговора О том же самом О Маленьком Слабом Но бунте Личности Против Унифицирующей системы Которая Не является В прямом смысле Слово Репрессивной Но является Губительной Для любой Шестеренки Вот этого Огромного Действующего Вроде бы Бесперебойно Аппарата Нового Теперешнего Китая И Напоследок Я вам расскажу Об еще одном Совершенно гениальном Режиссере Который Конечно Снимает Только для людей Ну Готовых увидеть В кино Не развлечения А нечто иное Нечто больше Это Вань Бинь Тоже Один из лидеров Шестого поколения Но он не может быть Безусловно Лидером Потому что Его творчество Слишком непопулярно И слишком специфично Он документалист У него правда Есть одна Игровая картина Фильм Две тысячи Восьмого Нет Десятого Две тысячи Десятого года Канава Канава Кино Которое тоже Можно сравнить С работами Айвэвэя Он тоже Вытаскивает Наружу Те вещи Которые скрыты Которых нельзя Говорить Это фильм Который Говорит О китайском Можно сказать ГУЛАГИ О лагерях Куда отправляли Интеллигенцию Во время Культурной революции В пустыне О лагерях Где они Погибали В основном От голода Потому что Там их Практически Не кормили В фильме Огромное количество Тошнотворных сцен Когда они пытаются Искать Какие-то личинки Их варить Все без большого успеха Когда их Отправляют На исправительные работы Буквально Перекладывать Песок Из одной горы В другую То есть Априори Бессмысленные И эта картина Тоже построена По принципу Китайского Старинного театра В середине Там есть такая Очень важная Формула Китайского театра А именно Плач Один из героев Все время Бессмысленно Говорит о том Что он должен Дождаться своей жены Которая к нему приедет Но это Слышится как В общем Бред умирающего И он таки умирает Его хоронят В братской могиле После чего Приезжает жена Действительно И не может его Найти Потому что никто не может указать толком Где могила И ее плач Становится Таким Центром фильма Совершенно невыносимым Как невыносима тема Собственно говоря Этой картины При этом Потрясающе снятой Но нигде Ни в какие Орнаментальные Красивости Не ударяющиеся Вот Собственно говоря Других попыток Снять игровой кино Он не делал Но можно найти Его Изумительные Документальные Картины В частности Его шедевр 2003 года К западу От железной дороги Фильм Длится 10 часов И показывает Жизнь Постиндустриального Китая Жизнь Того района Где функционировали Все крупнейшие Китайские фабрики Заводы На сегодняшний день Выведенные Из строя Неработающие Это пустынные Фабрики Иногда Они все еще Функционируют Но там Есть 3-5 Рабочих Иногда Они просто Заброшенные Иногда Мы видим Деревни Где живут Эти бывшие Рабочие То есть Это Вот Постиндустриальное Общество И я Уверен Что Если бы Кому Хватило Сил И Смелости В России Можно было Снять Не менее Яркую Картину Точно На ту же Самую Тему Опять же О заброшенном Производстве О смерти Индустриальной Пролетарской Утопии Которая Не состоялась Картина Которая Там очень Интересные Диалоги Потрясающая Сцена Встреча Нового года Например Этими Рабочими Но на самом деле Можно смотреть Без перевода Настолько Невероятно Выглядит Как самоценная Инсталляция Вот эта Разрушенная Когда-то Действовавшая Утопия Сейчас превращенная В такой Практически Марсианский Пейзаж Получившихся Зданий И Исчезнувшей Природой И последней Собственно говоря Железнодорожной Ветки По которой Ходят Последние Связывающие Друг с другом Поезд Никак иначе Там от одного Населенного Пункта Другого Не добраться Не менее Крутой Фильм 2007 года Фильмин Китайский Мемуар Это В общем-то Практически То же самое Что подстрочник Леона Лугиной Только Подстрочник У нас появился Позже Эта картина Трехчасовой Рассказ Признание Женщины Которая была Активисткой Культурной Революции Как ее муж И потом Как и он Попала в лагерь И она Просто три часа На камеру Рассказывает О том Как с ней это было Ничего больше В фильме нет Зрелище Это невероятно Оторваться от него Совершенно невозможно Душераздирающее Ну и Конечно Вань Бин В своих документальных Фильмах Эссе Фильмах Наблюдениях В последние годы Больше чем любой другой Китайский режиссер Тех ущемленных Групп По сути дела Это кинематографическое Правозащитное движение У него есть фильм Человек без имени В котором он Показывает повседневную жизнь Бомжа Бездомного Как он Пытается какой-то Маленький огородик устроить Как он проживает Четыре времени года Как он собирает Какой-то Навоз Чтобы потом его продать И купить какие-то Примитивные Необходимые вещи Как он Ютится в пещере И действительно Он персонаж Человек без имени Мы ничего о нем больше Кроме того Что он делает Не узнаем Или фильм Три сестры Никакого отношения К Чехову не имеющий Рассказывающий О трех детях Отец которых Мать умерла Отец уехал на заработки Как трое детей Три девочки Живут Одни в деревне В большой взрослой деревне Как им кто-то помогает Когда они зарабатывают Какой-то маленькой работой Себе на хлеб И ждут своего папу И последний фильм Его по времени Пока Безумие Пока безумие Не разлучит нас Картина получившая Главный приз Документальном конкурсе Венецианского фестиваля Фильм рассказывающий О таком заведении Справительном Которое одновременно И тюрьма Для Некоторых преступников И Психиатрическая лечебница Два в одном О его обитателях Которые совершенно Для нас Зрители Герметичны Мы не узнаем Что они сделали За что они там Но мы наблюдаем Три часа За их жизнью В этом тоже Зрелище Достаточно жесткое Но Очень увлекательное Напоследок Поскольку мы начали С современного искусства Я ему закончил Расскажу вам о том Что Вот буквально Месяц назад Я был в Нью-Йорке В Гугенхайме Был там на очередной Китайской выставке Художника зовут Ван Дзянвей Я впервые о нем услышал Я увидел его инсталляцию Под названием Храм времени Ужасно интересно До сих пор там Вдруг кто-то в Америку Поедет в ближайшее время Она состоит Из трех частей Там есть Во-первых Картина Картина Где некое Огромное заседание Людей В пиджаках Сидящих Обсуждающих Что-то важное Мы не понимаем Партийные функционеры Это или бизнесмены Не важно Это люди Без лиц Без индивидуальностей Которые Решают Чью-то судьбу И Они немножко увеличенного Такого масштаба По сравнению с нами Зрителями Кажется, что это практически Небожители Рядом с этим Ну и называется Храм времени соответствующий Рядом с этим Пресловутый храм Странная Деревянная конструкция Но я думаю, что если вы не поедете В Нью-Йорк на выставку Вы можете найти ее просто В интернете изображение Принцип который Неправильный геометрический Принцип который в том Что вы не можете Ни с одной точки Увидеть целиком Ее форму Нету ракурса С которого вы можете Полностью увидеть эту форму С любого ракурса Вы видите только ее часть И эта часть Всегда искаженная Всегда иллюзорная Всегда многое скрыто от вас Это очень простая метафора Очень эффективно работающая Показывающая, что время Это то, в чем мы живем Всегда субъективно И история, соответственно, тоже Наконец, третья часть инсталляции Это фильм Снятый этим художником Видеофильм Являющий собой Экранизацию Современную китайскую Экранизацию Превращение Кавки Фильм, длилящийся час И, конечно Это тоже Весьма говорящий момент Показывающий нам Клерка, маленького человека Который превращается Но в этой ситуации Не в таракана А в гигантскую саламандру Все остальное Практически по тексту И в этом фильме Мы понимаем Насколько болезненно и страшны Для любого рядового члена Китайского общества Не только китайского Те трансформации Которые, возможно, и ведут Кого-то к светлому будущему Но для него являются Исключительно Путем в какое-то иное Неизведанное И, возможно, несущее Смерть и разрушение Состояние Все, друзья На этом я останавливаюсь Если у вас есть Какие-то ко мне вопросы Буду рад попробовать На них ответить И если нет, то Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры!